Оставив неопознанный объект позади, в горах, я спустился к побережью Бухтарминского водохранилища, к так манившей в этот зной водной глади. Остаток сегодняшнего и большую часть завтрашнего дня я проведу здесь, наслаждаясь великолепными кадрами рассвета и заката, ну и, конечно, сказочной теплыми водами обузданный человеком реки Иртыш. Ну что, уже видна гладь воды, видно базу отдыха на противоположном и на этом берегу. Только что мы въехали вдоль устья реки Черновая, если я не ошибаюсь, и нам нужно двигаться дальше в глубину полуострова, практически на самый краешек доезжать. По дороге встретились рыбаки, несколько машин рыбачат, там есть заросли, камыши, очень хорошее, удачное место. Вот, на том берегу база отдыха Аюда, Аюдинка, и там где-то вдалеке мелькает дорога, которую называют «Дорога для джипов», которая выходит в поселок Белогорский. Ну что, осталось уже совсем немножко. Хочется принять водные процедуры, уже хочется пообедать и отдыхать, наслаждаться сегодняшним прекрасным днем. Погнали дальше! В надежде найти укромное местечко, я проехал весь полуостров до конца. Отчетливо стал виден противоположный берег, усеянный разномастными домиками. Отсюда было рукой подать до сопки мохнатой, и отчетливо можно было разглядеть гору Серебряная, близ базы отдыха Алтайская бухта, большую известную, как гора Башмак. К моему большому сожалению, залив, в котором я собирался остановиться и разбить лагерь, был уже занят. В общем, ни один я оказался такой умный, сообразительный. То место, которое находится на другом конце полуострова, оно уже занято. Там стоит машинка, стоит лодка, поэтому не стал тревожить людей. Вернулся немножечко назад. Здесь такой островочек песчаной ивы, с которых, конечно, летит пух. Немножко подпорченное место представителями крупного рогатого скота. Вдоль побережья изредка встречаются палатки. В самом начале были рыбаки, здесь уже места для отдыха. Ехать уже, честно говоря, никуда не хочется, очень устал. Хочется обедать, принять водные процедуры. Но сегодня отдыхать, потому что завтра предстоит обратная дорога. Займет она, по скромным прикидкам, около пяти часов. Сегодня будем отдыхать, набираться сил и наслаждаться этим замечательным, прекрасным днем с потрясающими видами. Субтитры создавал DimaTorzok Покушал сам на корме своего друга. Нужно заправить запасы в левый бак, который практически пустой. Перед завтрашней дорогой подготовить машинку, заодно опустошить емкость. Заправляем соблюдением всех мер безопасности. Ни капли топлива на землю не роняем. Пробки ронять можно, если осторожно. Поехали потихоньку. Продолжение следует... вот запасы топлива пополнили пообедали солнышко выглянуло из-за облачков теперь нужно немножко освежиться и самому вода пока ходил мыть руки просто как парное молоко прекрасное видимо после вчерашней грозы после дождичка все хорошенько согрелась как это часто бывает погода замечательная идем освежаться столь долгожданный момент наконец наступил покинув защищавшую от зноя тень линяющих ив быстрыми шагами направляясь к золотистой песочной косе побережья что может быть лучше не холодной но в меру прохладной и освежающей водицы из объятий которые так не хочется вылезать вокруг тишина и покой лишь изредка нарушаемые чириканьем воробьев в ветвях ив до доносящимися голосами отдыхающих с противоположного берега водица просто божественная немножко окунулся освежился постирал вещицы которые двое суток были на мне здесь конечно немножко шумновато в сравнении с развалинами рудника на котором я был потому что здесь все-таки на противоположном берегу база отдыха слышно как жужжат моторные лодки долбасит музыка но тем не менее компанию мне составляет воробьишки которые чирикают на тех деревцах под которыми я остановился напротив какой-то баклане остров с которого уже второй час раздаются голоса бакланов и прочей живности а так погода замечательная песочек теплый единственное куда-то я задевал свои сланцы тапки поэтому хожу либо по воде либо когда встаю на песок одеваю сапоги потому что песок раскален очень сильно наступать невозможно единственное спасение от раскаленного песка и разогретого зноем воздуха те несколько деревцев собравшихся в одном месте удивительно но в основном линия побережья на этой стороне открытое кроме камышей в начале залива где течет река усть черновая изредка встречаются вот такие островки с кучкой или даже пучком низкорослых ив без которых сложно представить себе нахождение здесь под палящим солнцем не летящий пух не слегка подпорченная следами животных поляна не имеют значения когда перед тобой столь потрясающие виды а на походном столике кружка с настоявшимся горячим чаем заваренным из собранных в горах трав до вечерней прохлады оставалось несколько часов которые я провел ничего не делая хотя не совсем так мозг постоянно выдумывал чем бы меня занять пока солнце не скрылось за горизонтом разложил портативную солнечную панель подключил накопитель энергии пополнить запасы для заряда аккумуляторов камеры усидеть на месте удавалось с трудом оказывается что так часто встречаемое у многих желание поваляться на диване дается с большим трудом по крайней мере для меня чуть погодя когда дневной зной начал сменяться вечерним теплом уже не жалящих но приятно согревающих лучей заходящего солнца отправляюсь прогуляться вдоль по береговой линии уходить далеко нет особого смысла на всем протяжении пути картина одинаковая извивающаяся песчаная коса тянущаяся вдаль да приятно ласкающая взор гладь водохранилища едва слышно нашептывающая что-то свое мне непонятно но весьма приятно совсем осмелившись принимаю водные процедуры что называется в чем мать родила непередаваемые ощущения подошло время ужина заваривают термосок со свежим чаем достаю из дорожного холодильника провизию на первый взгляд обычный прием пищи на деле же мимолетное мгновение которое так хочется продлить и речь здесь вовсе не о еде и насыщение солнце неспешно но уверенно двигалась на запад разукрашивая побережье в теплые ласкающие тона с нетерпением и каким-то предвкушением жду заката наверняка здесь у воды он должен быть каким-то особенным не похожим на тот что я видел вчера в горах а пока привожу себя в порядок вспоминая то ли в шутку то ли всерьез сказанные мне когда-то слова как говорил один из моих наставников школы жизни с утра утром бреется для начальника а с вечера для супруги хотя супруга у меня дома но традициям я изменять не буду ну что сегодняшний день уже подходит концу к своему завершению солнце скоро будет заходить за горки буду любоваться с кадрами заката вспоминать сегодняшний вчерашний день завтра будет новый день завтра ждет дорога обратно но еще надеюсь успеть запечатлеть красивые кадры утром потому что солнце будет восходить и как раз освещать гладь водоема но на этом сегодняшний день подходит концу он был замечательный прекрасный и неповторимый как впрочем и все дни в нашей жизни великолепный и потрясающий день пронесшийся как одно мгновение сменился умопомрачительными кадрами заходящего солнца такие моменты мгновения не так часто случаются в нашей жизни быть может это не зря и закономерно ведь то к чему мы привыкаем перестает вызывать у нас ту бурю чувств и эмоций которые испытываешь впервые встретившись с чем-то прекрасным и неповторимым и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лишь под утро разбудили воробушки, которые видимо обитают в этих ветках ивы И как раз успел я запечатлеть кадры восхода солнца Сейчас буду кипятить воду на чай, варить завтрак, умываться и наслаждаться этим прекрасным, замечательным утром Советский алюминиевый котелок да газовая плитка с баллоном уже давно стали незаменимыми атрибутами автономной жизни Каждое утро начинается с приготовления кипятка для заваривания чая и заполнения второго термоса Остается даже на кружку чая, которая выпивается за завтраком Пока закипает вода, умываюсь и чищу зубы Любуюсь, как восходящее солнце, словно мощный прожектор на театральной сцене Освещает сначала возвышенности гор, опускает затем по логам и склонам В конечном итоге заглядывая в домики с курортниками и отдыхающими Быть может, кто-то из них, как и я, встречает сейчас новый день, нежась в лучах восходящего солнца А может, напротив, закрывая свой нос теплым одеялом, не желая просыпаться после спокойной и безмятежной ночи У всех у нас разные понятия и представления об отдыхе и красоте, добре и зле Да, впрочем, о многих вещах, наполняющих и составляющих нашу жизнь Кто-то не мыслит себя без комфортных условий, а кто-то, напротив, задыхается в стенах Городской квартиры, с нетерпением ожидая любой возможности вырваться на волю Расправить крылья и будто степной орел взглянуть на этот мир совершенно другой высоты Вдыхая совершенно другой воздух и очищая голову от тех ненужных и мелочных дел В которых погрязли мы на своем жизненном пути В то время, пока я размышлял о высоких материях, вода в котелке закипела Завариваю чаек, даю ему некоторое время настояться, для вкусу и аромату Затем наливаю полную кружку чая на завтрак и доливаю в термос остатки кипятка Теперь можно занимать первый ряд в зрительном зале под открытым небом И наслаждаться невыдуманными кадрами фильма под названием «Жизнь» За завтраком мысленно возвращаюсь в то загадочное место Где по одним источникам информации находится заброшенный рудник А по другим – руины стартовой позиции С-75 и жилого городка Никак не дают мне покоя найденные находки Логически никоим образом не связанные с тематикой добычи руды Ко всему прочему, очень много вещей указывает на то, что все же это мог быть военный объект Наверняка не случайное расположение этого места Неподалеку от Бухтарминской гидроэлектростанции Во все времена считавшейся важным стратегическим объектом нашего края Незаметно набирает обороты новый день Начинает припекать восходящее солнце Сменяя утреннюю ласку на обжигающий зной Перед обратной дорогой вновь кипячу воду Теперь уже не для чая Решаю сварить запасы куриных яиц, которые брал с собой в поездку Не везти же их обратно Путь длинный, поэтому останавливаться в любом случае придется Размяться да перекусить, пообедать Еды на сегодняшний день еще хватит Готовить не придется Потихоньку подсобирую вещи Ловя себя на мысли, что чем ближе час отправления в обратный путь Тем меньше хочется покидать эти места Которым так привык я за пару дней Это и горы с потрясающими видами вокруг И золотистое песчаное побережье Омываемое столь манящей в летнюю пору водной гладью Пока закипает вода, не упускаю возможности Вновь окунуться в прохладные и ласкающие воды Бухтарминского водохранилища Кто знает, когда доведется вновь побывать В этом уединенном и сказочно красивом месте Так радушно приютивший меня в эти несколько дней Пройдет время и память сотрет Какую-то часть сюжетов и воспоминаний об этом путешествии Но этот фильм всегда будет напоминать мне о тех приятных и счастливых мгновениях Которыми стоит наполнять нашу жизнь Независимо от обстоятельств и каких-либо причин Увы, как бы это ни было печально Но сегодня нужно возвращаться обратно В такие долгие поездки всегда собираешься как-то с трудом Выезжаешь Но когда погружаешься в дорогу Забываешь о тех сложностях, которые были в начале И хочется проводить в таких путешествиях очень много времени Можно дальше существовать так автономной неделю Главное, чтобы всегда были запасы питьевой воды, еды и запас топлива За эти три дня удалось мне посетить загадочный объект с кодовым названием С-75 Который по-прежнему на сегодняшний день для меня остается тайной, какой-то загадкой И немного провести пару дней на золотистом песчаном побережье Бухтарминского водохранилища Напротив базы отдыха Аюда На этом все Впереди меня ждет длинный путь назад Через пару часиков буду собираться и выдвигаться в сторону города, в сторону дома Вспоминая эти прекрасные дни и замечательные сюжеты, которые удалось запечатлеть за все это время На камеру КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok